Карагандинский ремонтно-механический завод восстановил свою работу. Предприятиям-арендаторам пришлось пойти на все условия, которые выставил им реабилитационный управляющий. Напомним, 12 мая 175 рабочих не запустили на завод, и они полдня стояли у ворот предприятия. Цеха завода арендует три предприятия, и все три одновременно встали по распоряжению временного управляющего. Его поставило Управление госдоходов, так как один из соучредителей завода задолжал по налогам. Но расплачиваться пришлось арендаторам и рабочим, которые у них работают. Карагандинский ремонтно-механический завод – это стратегический объект, который ремонтирует карьерную и сельхозтехнику для всех регионов Казахстана. Рабочие зарабатывают здесь от 100 до 600 тысяч тенге и держатся за свою работу. После тяжелых переговоров с главным арендатором, то «Автотехинсервис» реабилитационный управляющий заключил договор аренды. Остальным двум компаниям он будет сдавать цеха в субаренду. Но если раньше в качестве арендной платы «Автотехинсервис» содержал завод, оплачивал коммунальные расходы, охрану и отапливал цеха и здания, а это выходило свыше 5 миллионов тенге, то теперь управляющий потребовал еще дополнительно 5 миллионов за аренду, плюс возместить 20 миллионов за 4 месяца с начала года. Не могли, ну, сейчас быстро найти помещения какие-то, чтобы переехать. Производственный процесс автотехинсервиса непрерывный у этих трех компаний. Нас просто вынудили подписать такой договор. Ну, ради коллектива, ради, ну и подписали. Тем более Акимат и прокуратура просила, чтобы не было никаких митингов, демонстраций и так далее. Продолжение следует...